Шестиметровый памятник воину-освободителю в самом центре Заинска сгорел буквально за 10 минут. От скульптуры остался только металлический каркас. Сегодня в городе все разговоры о случившемся. Сирены, запах дыма, вот я в этом доме живу. И все, оказывается, махом сгорел. Хотя был как бы из огнеуперного полимера изготовлен. Он был как бронза. Сделали типа бронзу, сказали бронза. Часто здесь играли дети возле памятника. Мы им делали замечания. Но они же играют. Уже известно. Памятник подожгли дети. Три девочки и мальчик. Всем от 10 до 12 лет. Они жгли ветки у вечного огня, у подножья скульптуры. В итоге загорелся и сам памятник. В отношении их родителей составлены материалы по статье «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних. Обязанности по содержанию и воспитанию несовершеннолетних». Кроме этого, готовятся материалы для рассмотрения на комиссии по делам несовершеннолетних. Как памятник мог так сгореть? Когда устанавливали скульптуру, исполком города сообщил, она изготовлена из огнеупорного материала. Вот заметка на официальном сайте. Однако монумент не простоял и года. «Материал был стекловолокно. Сейчас тоже все эти материалы будут отправлены в соответствующие органы. Будут смотреть, как что проверяться». Мы внимательно изучили заявку на сайте госзакупок. Ее разместил местный исполком. Памятник был изготовлен за 1 650 000 рублей. Вот техзадание. По нему понятно. Монумент представляет из себя металлическую конструкцию, облеченную форму. В сведениях указано. Подрядчик должен использовать негорючее, нечувствительное к изменениям температуры и гидрометрии стекловолокно. О том, что техзадание не гарантировало надежности скульптуры, говорит и заслуженный архитектор России. «Делать отливку. Все здесь предусмотрено. Но полиэфирные смолы, они вот горючие. Что касается стекловолокна, оно используется как армирующий материал. Технология, это мне понятно. Она должна быть немножко другой для того, чтобы достичь несгораемости изделия». В деталях контракта и в материалах, из которых был изготовлен памятник, сейчас разбираются следователи. «В рамках расследования уголовного дела будет дана правовая оценка действий должностных лиц, обеспечивших эксплуатацию памятника, изготовленного из горючих материалов». Получается, что причиной пожара могли стать два фактора. Поджог в результате детской шалости, за которую будут отвечать родители, и качество материала, где ответственность падет либо на заказчика, либо на подрядчика. И как тут не вспомнить, что предыдущий памятник неизвестному солдату в Заинске простоял больше 40 лет. Он был отлит из бетона. Закажи рекламу на ТНВ. Телефон в Казани. 5705100.